Друзья, всем привет! Зима в этом году довольно-таки теплая. Решил я не сидеть на месте, попробовать сделать картофель-уборочный кабайн к мини-трактору. Для этого мне понадобился трубогиб. Позвонил Юре Сербину. Юра сразу же прислал мне его. Юра, большое спасибо! Работать им одно удовольствие. Ну и решил я, конечно, начать с барабана, который будет подавать картофель. Сейчас немножко погну кольца, попробуем сварить. Ну а дальше наблюдайте за моим каналом. Я думаю, вам будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Друзья, ну и снова как бы всем привет! Прошло 10 дней. Изготовил я уже барабан. Значит, за эти 10 дней у нас была погода разная. Было тепло, было и холодно. Был дождь, был и снег. Ну и приходилось работать. Жена говорит, зачем ты идешь? Там холодно. Ну надо, надо. Время идет, нужно спешить. Ну и так в течение 10 дней понемножку, так сказать, выходил в гараж и изготовил барабан. Ну а вам предлагаю сейчас наглядный обзор, посмотреть, что же у меня получилось. Итак, барабан у меня односторонний. Первая задача, это было сделать его как можно легче, потому что картофелеуборочный комбайн будет навесной, не прицепной, поэтому как можно меньше дать веса всему навесному, которое будет задействовано в нем. Поэтому, друзья, сделал я его из профильных труб. Применил я профильную трубу 20 на 20 по краям. Дальше в середину применил профильную трубу 15 на 15. Вот. Ну и с боков я применил не пруты, так как пруты сильно тяжелые получаются, а применил профиль 10 на 30. Лежал в магазине, он мне понравился, ну и решил его задействовать. Вот кусочек, вот так он выглядит. То есть раньше я такого не видел профиля, но сейчас стали завозить. За счет этого барабан получился не тяжелый, вес его общий до 30 килограмм. В общем, то, что я и добивался. По бокам применил я проволоку троечку, перемычки пятерочку. Ну, в общем, тоже все облегченное, чтобы было как можно меньше веса. И вот так вот у меня получилось. Значит, в магазине проблема была найти проволоку. Везде идет монтажная. Ну и применил ее вот с такой решетки. Я ее разобрал и с нее уже сваривал. Она более-менее жесткая. Перегородки. Перегородки я сделал из жерсти. С решетки делать не стал, так как пообщавшись с Юрой Сербиным, говорит, картофель в решетках застреет. Поэтому сразу убираем эту проблему и устанавливаем так, как лучше. Значит, картофель будет подаваться в ячейки с обеих сторон решетки. Снизу тоже у нас решетка. Ну, а если картофель, который будет перелетать, друзья, я здесь установил сверху вот такой вот батутик, можно сказать, чтобы она отбивалась, не вредилась и падала в ячейку. Получается, натянул я обычный кабель. Кабель этот тянули у нас волокно интернет. Ребята остались излишки. Предложили, говорят, забери, оно нам не нужно. Забрал, друзья, и в итоге оно мне и пригодилось. Установил на этот барабан. Так, по ступице. Ступицу, друзья, я применил с Ланоса. Это граната, вернее, полгранаты. Ну, а подшипники взял уже другие. То есть, в корпусах 205-й подшипник. Сейчас я вам покажу. Вот такой станочек временно я сделал, для того, чтобы центрировать данный барабан. И здесь временно приварил подшипники. Значит, подобрал я вот такой вот корпус. Вот, смотрите. Точно все рассчитал. Подшипники друг с другом плотно встретились. И вот так вот будут работать. Ну, и в завершении, друзья, давайте продемонстрирую вам, как он будет вращаться. Вы пишите свои комментарии. Продолжение следует. Постепенно буду собирать. Ну, а вы, кому интересно, наблюдайте. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok